приветствую любителей предметно-материальной истории всех с наступившим новым годом уверен он будет гораздо интереснее чем все прошедшие до этого петрович да приветствую приветствую всегда часто звонят спрашивают насчет прогноза погоды опять я поднимаю свои старые записи вот когда-то я делал их только для себя ну так для интереса но когда люди начали интересоваться я значит привел как бы порядочек немножечко сделал вот такую вот пусто графочку для того чтобы удобнее было заполнять данные данные нужно заполнять вот эти вот святочные дни которые будут с 7 по 19 число каждый день святочный отвечает за определенный месяц года хотя здесь написано что вы значит например седьмое число 7 и вот у нас идет утро до обеда после обеда вечер восьмое число это уже февральское восьмое число утро до обеда после обеда вечер желательно записывать как учили нас в школе жената значит облачность температуру давление ветер осадки ну вот то что мы записывали на 22 год мы с тобой тогда записывали вечера по 22 году все очень интересно друзья получается так что вот эти вот карандашные заметки петровича на перфокартах они действительно совпадают с погодой и встает вопрос зачем наши государства и другие государства содержат огромное количество всевозможных метрологических станций метрологов приборов если благодаря вот таким уникальным уникальным знанием которые есть у петровича можно погоду точно на год вперед скажем так даже не угадывать и не предсказывать а точно определять иногда я удивляюсь вообще как это происходит но второй год я подтверждаю что совпадают все вот эти расчеты петровича можно посмотреть наш предыдущий ролик он был ровно год назад мы как раз записывали его о погоде на будущий год и получилось так что действительно с начала ноября и до вот сегодня какое второе уже 2 января стоит солнечная сухая погода с мелкими редкими осадками которые по сути осадками ты не назовешь хотя вот ясно вот скажу как петрович продолжай извини что перебил ничего страшно вот она как раз написано как бы мы переходим на январь вот первая неделя января ты можешь положить бумажка видно отсюда вот первая неделя января 757 значит это дню для краснодара это чуть пониженная значит главное 18 января крещенские морозы у нас было плюс один и ясная солнечная погода значит что ребята мы ждем что до 7 числа вот так будет а седьмого уже мы будем смотреть какова будет погода уже в следующем кстати насчет его сказал насчет гидрометцентра я вот в десятом году для интереса каждый день распечатывал прогноз гидрометцентровский интернетовский да да вот например это было вот 2 января это 3 января 4 января 5 хорошо ребята а ну получается что гидрометцентр не мог предсказать погоду на неделю вперед входящим анекдоте борода там про сталина что тот метеоролога вызывает берет как вы просто погоду предсказываете тот говорит на 50 на 50 стали нам говорит так вы наоборот лучше говорите ну да так что ежели интересно вот это просто графочка там я ее опубликую в облаке чтобы всем было видно а ты давай еще раз покажи вот не спеша камеша заполняем да значит вот здесь вот ну обычно с чего начинаем с какого числа допустим вот на вот перед хорошо вот наступит седьмое число января до января вот здесь у меня вверху таблички ездишь показания что вот это с 9 до 12 это с 12 до 15 да да с 15 до 18 с 18 до 21 так приблизительно и вот в эти вот графочки сюда записывают ну вот здесь вот было на 7 числа 760 миллиметров плюс 7 петрович ясно щекундочку пояснение то есть нам гидрометцентр нужен для того чтобы по их приборам записать заказания все больше нет зачем у меня этот висит же этот термометр барометр на улицу вышел посмотрел да еще прогноз погоды делается для того места где составляется мы для краснодара до но я повторюсь как прошлом году говорили извините вот у нас прохладные есть 150 километров от краснодара но он действительно прохладный там другая погода мало того если взять вот елизаветинская в краснодаре одна погода в елизаветинская уже совсем другая ну такие вещи вот и вот по месту будет совпадать до да да если ты снимаешь показания я не знаю там значит какая-то девочка с ростовской области по моему она там тоже составляла ой а давайте сверимся у вас такие по я так а зачем ты для себя же записывала правильно да а ребята если вам интересно заполняйте и потом вы будете четко знать какова будет погода например развалет 12 января у нас было ну минус 2 и снежок легкий шел слякоть было вот значит да в июле было сляко в июле было слякоть а как это потом переносится вот я смотрю где там июль февраль апрель а вот вот так вот это вот вот это вот горошка остановились на седьмом января давай сначала ну вот 7 января мы сняли показания значит с 9 до 12 с 12 до 15 с 15 до 18 с 19 до 21 дальше да мы сюда записали температуру влажность влажности облачность ветер ну все дальше что мы с этим делаем как куда мы это соотносим ну вот все это значит как бы получается у нас вот январский до конца января будет в следующем году да тогда в следующем году вот это уже идет строчка это февраль вот эта строчка февраль это март апрель май июнь июль а у сентябрь январь и вот все приходим и к январю ну тут опять да вот уже вот седьмое число фактически это уже вторая неделя правильно да вроде показала что будет тоже ясное но это не точно значит седьмого будет уже понятно понятно дальше да поэтому когда ближайший прогноз ну да ну это ж так оно и и понятно да а вот когда я говорю в январе я говорил про декабрь это ну ты петрович что ты не говоришь а сейчас приходишь а как это получилось у нас извинишь еще не было ничего не было но до в двадцать втором году вот значит было на в январе месяце ядваре месяце вот после того про прогноз когда составили января у нас снег пошел где-то я фотографии вот а если будут какие-нибудь вопросы ну пишите в комментариях комментариях петрович также как и я читает комментарии с удовольствием отвечает а да ну там только щенни петрович я штампу лишь валерий петрович ну да там понятно потому что если задают вопросы я им там отвечаю да там были вопросы петрович по стеклу как реставрировать стекло может что-нибудь рассказать пусть и стекло имеется шум я понимаю да стекло может быть там вазы какие-то никак мне кажется отреставрировать невозможно у тебя есть какие-то мини наточек ну дело в том что если этому утраты по стеклу есть такие большие сколы если очень хорошие конечно сейчас есть смола двухкомпонентная и ему наращивать доращивать да но бога получается ну а что делать девочки значит любят чтобы вот тут память была от бабушки там вот как когда если там царапин или скол или маленькие щербинки ну и что там будет спокойно зашлифовываешь их и заполируешь алмазной пастой ну опять это ну как ну хорошо у меня есть открыл тумбочку взял это алмазную пасту донес на войлок включил станочек отполировал все он уже блестит еще вопрос был делаешь ли ты вот этот фарфор знаешь сеточкой на немецких скульптур как это вообще делается делаешь ли ты не смысле чтобы отреставрировать его ну опять это все он только этими синтетическими болями то есть также марля берется с размерами ячейки да потом замачивается условно говоря в эпоксидную смолу имитируется иметь и фарфор по цвету по цвету подобрать очень сложно все равно будет отличаться ну конечно будет отличаться еще вопрос был по удалению дарственных надписей серебряных предметов так это все нужно смотреть почему тыс по моему приносил одну надпись там там элементарно когда не глубокая гравировка просто его сошлифовываешь а если глубокая а была глубокая то ребята уже начнешь грифовать превратить дальше нет фольгу да за здесь заполнять его условно скажем тем же припоем серебряным а серебряный припой он все равно имеет другой цвет чуть-чуть все равно будет видно все равно надпись будет отделяться цвета да 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 в общем но в каждом конкретном случае нужно всегда иметь вещь на руках вот алексей тот который из москвы да вот он приезжал ко мне тоже в командировке был если тут топтался дня три ну понравилось ему вопрос его возник ему показал как это сделается можно надо предмет иметь или посмотреть толщину если это надпись позволяет ее удалить то просто счесывается да и полируется если нет то остается навсегда и большинство надписей делается так штихелем выковыривается да ну там были такие вещи что человеку но это очень давно было что глубокая резьба плоть до того что даже с обратной стороны про продавки я видел такое не просто продавки про ковырки про ковырки да ну там человек плакал я хочу чтобы это было ну очень тяжелая работа это тогда всю эту контур вот этой плакеточки как бы до плавлял этот серебряную пластинку еще и потом заполировалась ну да и она очень сложная работу сложная да но знаешь обычно что если с чернью то этот вариант не получится потому что температура плавления черни намного ниже чем плавление выйдет она вы просто вытечет а там и важно чтобы позолоты не было тоже слезет да и слезет конечно да коня конечно ну можно сделать каким образом что там наплавить тонкую пластиночку а потом уже опять вы вызвала целый предмет это девчонка выделки не стоит то это поднос покажи до подстучим чуть-чуть от стучи в одном из последних роликов я показывал поднос для самовара который приобрел в металлоломе поднос был очень классный почти не мятый его очистил и пришел к петровичу чтобы немножечко выровнять его перед полировкой потому как этот поднос очень толстый позволяет привести его в порядок до зеркальной поверхности вот сейчас с петровичем его от стучим а потом покажу как можно такой подносик от полировать в зеркало так ну да и будут кого теле похоже наступили даже на него легким пошло постукиванием 8 килограммовой кувалды но он да он сильно толстый ну да и вот это вот 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 я почему те плашку и спрашивал помнишь постучи не жалко и вот вообще не жалко петрович ну что идет до стучу до полировки при полировке просто большой нет этой наковальни большой нету я счете помнишь галилет что-то такое большое да 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 плоскость пошла садится да да сразу звук меняется не дребезжание как молоток тут работы офигенный знаешь как звонец и говорил кто что хранит то то имеет замечательно меня латунька чем нравится она это не играет а сразу в минается опять повторюсь что понимаешь чем больше ты тела движений сделаешь тем качественнее получится не факт может вытянуться вот и будет такой на прогиб только в другую сторону металл ты будешь стучать стучать он растянется вот мы снимаем для зрителей чтобы сдох никто не стучать не начал просто тарабанит видишь тут же она сильно под памятая было а вот и что же не тарабанишь по ней ты видишь чтобы не было чтобы не было размазанного металла ш série уже есть просто стучать на отмаш он будет утром такси не вытягиваться везде за нюансы вот там где глухой звук там уже поверхность вы равнилась где-то бежит там она еще не не выравниваясь обратите внимание как петрович держит молоток так он его держит не за ручку до лишнего не раздать да и обычно так что поставил его и прижал до прижимает другой рукой для того чтобы другая часть не выгибалась и металл не вытягивался не было косячку ну чё офигенно туда по идее то вообще-то самовар то стоит здесь про нет самого роз здесь стоит там ноги как раз четыре ноги а это под чашки под капельник который ставился в нем и руки мыли и чашки сливали туда самовар сюда ставится поэтому бывает так что вот здесь продавлены четыре ноги вот у тебя нужно найти 10 чего железя кинуток да так второй вопрос петрович если там все как чем край вот этот заровнять что подложить туда и это серебро или никель как определим ну не дали щену рожжа какая-то ты имеешь ввиду выравнив да ну не жалко вообще смело под каждую операцию нужен свой инструмент это значит одна девочка мне принеси пожалуйста гвоздь забить да я приношу мало тучи она ты чё вот этот самый кстати это тоже можно ровнять железнодорожную ну да хорошенький ну понимаешь что смотри все вылезло да конечно на ю тубе посмотреть как эти арабы тукают тукают на на коленках так теперь это вот сюда как новый стал как будто только из под штампа на дар у нас смотришь может где тут ни на вот тут у нас чуть-чуть и есть теперь здесь вот кривизна вот села хочу такой есть да я думаю может ты знаешь закладывать туда больше обжимать типа обжимки какой-то вот даже такое есть все я понял как теперь эта форма придается ну ли подшипником или вот такой гиркой лабораторный подобрал засуну она идет приспособить на глаз видно что его слишком прыгали по нему шпаклевку на нем размазывали а а да да два раза ударил все а ну вот уже бешеный круги до чтобы не промазать его так бить нужно сначала ты ставишь то место на которые руку не сдвигаешь просто двигаешь предмет получается горела но этот закалка произошла от кусты отпустилась горела до следы пожара были грели чем у него нуждаком пройду сначала если он был весь в наростах это значит когда вот настроение грустное хочется это берешь молоточек и начинаешь до моторика она помогает восстановить сознание пальцами петрович рихтует смотрите когда большой изгиб ролики показать хочу людям интересно как из мусора получается антиквариат по сути был мусор который там кто-то написал я два таких порезал вообще в куски на на металлолом сдал зачем резал можно было восстановить как ты говорил сколько процентов вещи должно остаться чтобы отреставрировать и можно бывает и 10 процентов остался можно воссоздать кто-то такие острые замятины понимаешь да сколько он пережил все будет жить а тут его воскрешает видишь это не ручная работа была это что вам конечно конечно слушай штамп не штампа сохранилась их не так много потому что все уходят в металлолом а сейчас такие уже не делают сейчас самоварами только так фанаты да вот так он еще и покрашен был я скидали там все только не было и шпаклевка было в нем и краска было очень сложно отмывался это тут было это альбом фотографий и тут была дорогой леночки там что-то такое смотри уничтожаешь надписи или восстанавливает у на я начал снимать эту нам другая надпись а тут на немецком языке так он же убери его альбом немецкие просто скорее все трофеечка да 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 а что это перламутр или же нет это латунка да я дмитрий и зильбер такая немецкая серебро до трофейка чем туда трофейку заклеил тогда тут все было же я фотки штампа же получается это это и фотки такие они типографки но импортные до трофейный альбомчик чем немецкий заклеили со страху что ты хочешь гильдер бранд гильдерман хотела интернет тех лет петрович интернет тех лет ну да чистить это тут было проклейки такие я не знаю что вот такими вот ой 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 в советском союзе так делали марля марлера стиром каким-то и какой-то бешеный клей я не знаю пока пришлось все это дело вырвать желтый какой нибудь клейстер вон его следы года да да везде следы клея растекшегося когда клеили кошмар был красиво это это чу это уже современные это не родное нет мир это заклеили надписи наверное там были на немецком и тут это что за сталактиты у тебя а это облицовка бурана чего по буран знаешь брут какая бульси города где ты и взял на заводе имени антонова приносили облицовка бурана синтетика вот такая не горючая какая я вам абсолютно конечно вещи хранятся продается она сейчас ювелирном магазине ну цена там не понял проще снять с бурана оторвать кусок понимаете да в ювелирных магазинах такую штуку для плавки видимо для ювелирных работ продают очень дорого петрович у проще было оторвать такой кусок от настоящего бурана в институте каком ты говоришь в институте антонова просто пошел петрович и оторвал себе кусок чтобы не покупать ванки подарили мы поддали возможность оторвать петровичу скажем так и ну потому что для чего ты применяешь для пайки то есть обшивку просто бурана к себе в краснодар перевез бездельники да они же вы 31 работали и вчера петрович так хорошо вот никто не звонит спокойно можно нужно в чем-то позаниматься вот к тебе прийти поснимать ролик я новый год 6 раз встречал корпоративы у меня подряд саш каждый день у тебя новый год неделю снегурка взята сигурка в клетке сидела как птичка с крыльями чё там все это грязь на ли горях слушай ну его и долго стучать нужно будет но будут стучать а надо ли его прям выступить пусть будет со следами бытовухи ну что ребята пишите письма смс комментарии задавайте вопросы мы с удовольствием ответим друзья закончили мы реставрировать поднос осталось его теперь заполировать с обратной стороны не знаю еще посмотрю при полировке что получится либо оставлю нить и либо тоже заполирует заполирую зеркало и покажу в одном из следующих роликов что получится если какие-то возникнут пожелания что показать как реставрировать или чем реставрировать пишите также вопросы в комментариях до новых встреч всех с наступившим новым годом